всем привет мои хорошие с вами любовь и мой мирок орхидей сразу хочу сказать что все мои видео теперь будут выходить только на яндекс дженни и нару тубе в ю тубе я буду просто оставлять оповещение для того чтобы люди знали где меня найти на ю тубе видео больше выходить не будут но думаю что я это зря говорю потому что именно это видео больше не выйдет на ю тубе ну пока как то так пока все там не вернется как было раньше но мои хорошие сегодня мы с вами будем пересаживать орхидей q наконец-то она дождалась уже даже я ни в одном видео показывала ее что у нее начал желтеть лист в простом видео о моей жизни в этих видео и вот уже дождались лист упал корни от шейки начали расти и что же с этой орхидей к вы сейчас увидите а с этой орхидей к именно то что когда она была пересажена она была поставлена в темное место без досветки и даже без уличного освещения то есть без дневного света она стояла в самой квартире но рядом с окном но ей этого было мало и что с ней произошло когда она была пересажена все в процессе видео я вам покажу и расскажу ну а тут перед вами как вы видите мох караб давайте маленько отодвинем нашу красавицу я вам покажу дары нашего леса вот все что вы видите это собрано мной порезано мной обработано мной ну и также это можно приобрести у меня в контакте кора есть пять разных фракций мох скоро будет но на него можно делать уже предзаказ то есть кто девочки сделали на мох предзаказ те получит его в первую очередь и по той цене по которой он сейчас стоит не спрашивайте у меня цену в соцсетях добавляйтесь в контакты и все увидите вот такая вот красота перед вами вот такая вкусная кора но я не могу ей не поделиться не похвалиться вот простите уж меня пожалуйста но очень вкусная вы не представляете я сегодня пришла сюда я вчера вот ее резала сегодня зашла сюда здесь такие ароматы стоят прям именно сосенка смотрите какая красота эта кора готовая к употреблению вот это мох который растет на коре я никогда его не убираю вот тоже мог вот такой да он не мешает росту нашим орхидей ком бывает вот такой попадается мог тоже на коре кора вся обработана диафокус простите за ногти пока резала и ногти себе чуть не отрезал вот ну поэтому они вот такие делать еще рано идти не отросли но не о ногтях ё-моё отвлекаюсь простите ради бога в общем вот такая вот красота бывает на коре это тоже ничего не убираю вся кора обрабатывается после резки вертимеком для того чтобы просто убить каких-то ненужных насекомых для нашей квартиры для нашего помещения все что может находиться в амхе в коре она не требует в принципе обработок вот таких вот до чтобы убить этих насекомых потому что они на орхидеи никак не влияют но для нашего же спокойствия для вашего же спокойствия потому что вы мои хорошие переживаете больше всего на свете я всю кору буду обрабатывать вертимеком кора подсыхает сейчас она просохнет сейчас вот чуть-чуть она еще влажная специально набрала для себя повлажней тут разные фракции все можно посмотреть в альбомчики но рекламу сама себе сделала теперь давайте спасать нашу орхидей q вот она наша красавица бывшая сейчас я вам скажу когда была пересадка это magic art бабочка да вот такую хорошую орхидею я попыталась угробить но не получилось он не сдался но это была шутка мои хорошие 29 08 21 мы ее пересаживали то есть это конец летом конец августа это уже день потихонечку начинает уходить на убыль и света в помещении становится все меньше и меньше но пересадив эту орхидей q кстати в мой мог сам мог до сих пор в идеальном состоянии сажали мы ее очень рыхло сюда и сверху моя любимая посадка внизу мог сверху кора мы положили коры но орхидея со временем начала уменьшаться в размерах терять листики листики стали не очень такие здоровые и естественно все корешочки в горшке вот их видно они все испортились почему это произошло не было до светки данной орхидей ки давайте я буду ее вынимать отсюда и с вами разговаривать вынимать ее сложно не будет здесь у меня кстати еще сверху положено галтованая кора тоже она неплохая но зачем пользоваться галтованой корой когда можно пользоваться своей правильно причем это вот кора которая вначале показывала она уже себя хорошо зарекомендовала и очень прекрасно орхидей на нее реагирует вот такая вот здесь страшная картина почему это вот все произошло это произошло именно по той причине потому что корни орхидеи листья орхидеи не видели света после пересадки орхидея обязательно должна находиться под хорошим освещением если после пересадки с шикарными корнями но как вы видите я бы с такими корнями до орхидею не посадила я специально ее не трогала я ждала когда все вот это вот будет вот так вот плачевно чтобы показать вам да мне много раз писали Люба зачем ты издеваешься над своими орхидеями мои хорошие если я вам не покажу то что происходит с орхидеями в том или ином случае вы будете допускать эти ошибки ну а те девочки которые давно меня уже смотрели на youtube канале те более-менее научились ухаживать за своими орхидеями и проблем у них уже с этим совершенно нет отрезаем все вот эти плохие корни при пересадке когда мы пересадили с вами в августе эту орхидею кому не лень можете на youtube канал сходить и на 29 августа вернуться и посмотреть посадку этой орхидейки с какими корнями она была шея замазана максимом я делаю так периодически со своими орхидеями если мне что-то не нравится при пересадке но здесь значит мне что-то не понравилось раз она была обработана орхидея была пересажена орхидея вас была поставлена не под досветку а просто на стоечке возле окна орхидея не хватало света катастрофически не хватало света воду она получала но когда орхидея в сонном состоянии а именно эта орхидея ушла в спячку после пересадки так как ей не дали досветки корни и и перестали ее кормить когда орхидея спит то есть находится без досветки орхидея не поглощает своими корнями воду то есть вы начинаете ее поливать вы начинаете давать ей воду если вы замечали что у вас очень долго не просыхает посадка вот это происходит именно по той причине что ваша орхидея спит и корнями воду не поглощает орхидея поглощает своими корешками воду только в том случае почему я всегда говорю что лучше орхидея поить днем с утра чтобы до вечера орхидея хорошо напилась своими корешками тут у нас корень пробился новый если вы будете устраивать опа куда-то улетел водопой своим орхидей ком правильно то есть до обеда то до вечера ваша орхидей к до потемнения до ночи скажем тогда хорошо напьется и передаст всю влагу через корешочки листиком но и всей своей структуре скажем так и тогда не произойдет никакого загнивания корневой системы порчения а когда вы начинаете поить свою орхидею вечером да еще не давая при этом ей хорошего освещения вот именно такие процессы и происходят после пересадки орхидейки обязательно надо ставить под хорошее освещение сейчас у нас уже шейка плохая не будем жалеть вот этот корень отрежем еще все дальше хорошие вот этих коры корешочков нам вполне будет достаточно для того чтобы восстановить данную красавицу здесь даже и зачищать то уже и ничего все мы сняли и очень важно поливать свои орхидеи девчат стараться чистой водой то есть не поливать орхидеи из-под крана я говорю это в каждой пересадки не поливать кипяченой водой кипяченая вода это мертвая вода и корни тоже не поглощают такую воду вы просто мочите субстрат вы просто мочите корни такой водой но корни не могут впитывать правильно эту воду кипяченую нет это отстойную вот некоторые говорят я слила это сливая его наливаю водичку она у меня стоит мои хорошие она у вас стоит отстаивается но вот эти все ненужные примеси в воде они никуда не уходят они так в воде и остаются такая же вода жесткая остается и лучше ничего не происходит до первое время многие вот пишут да я уже вот два года поливаю или там год и все прекрасно растет и корни и цветет и все замечательно все до поры до времени все до поры до времени в конце концов у вас начинают образоваться прям вот вы никогда не обращали внимание прям вот такой налет коричневый да на орхидеях на цветах на земле у кого вот в земле сидят другие цветы прям образуется налет такой коричневый белый это и есть от жесткой воды поэтому надо стараться своим цветам добывать хорошую воду я добываю воду либо на родничках на источниках до привожу оттуда во когда вообще у меня нет времени но очень надо поливать да я иду в магазин и покупаю воду пару бутылок 5 литровых и по чуть-чуть там поливаю да ну такое бывает вот жаркое лето и дождевой воды нет и тогда я пользуюсь вот делаю так да это но получается как бы накладно ну а с другой стороны потратить деньги на топливо съездить за водой куда-то на родник это тоже но как бы тратим средства поэтому так какой-то корень сломала новый где-то был новый корень и я его сломала вон там его вижу как жалко вот он где-то отломила ничего страшного но будем наращивать новые то что вот не хватало орхидейки света даже видно вот по этому листику во первых начался отек начинается листочка листик окрас видите совершенно разный что вам еще показать вот эта окантовочка это ничего страшного это не болячка вот здесь у нас на шейке видите тоже начался отек вот такая вот полосочка вмятинка как будто бы кто-то ест но это никто не ест это отек от неправильного ухода за орхидейкой а уход у нее был именно неправильный да есть у меня такие орхидеи дома у меня орхидея во много раз говорила стоят без досветки но постепенно сейчас я все им сделаю и все будут стоять досветкой но те которые стоят на окне им всего хватает возьму ее же горшок да он большой этот горшок большой вы можете взять для своих посадок горшок прям по корням я не хочу во первых ее сажать высоко я посажу ее пониже орхидейку посажу ее пониже вот он белый налет видно тоже в этих стеклянных у меня горшочках как сказать в озонах когда-то сидели орхидеи в циафлоре и циафлора тоже очень хорошо в себя впитывает все ненужные примеси из воды и вот остаются потом белые налеты но ничего страшного орхидейку посажу сейчас в крупную кору с добавлением х ну а это вы все сейчас увидите как и что я буду делать не хочу лишний раз ее трогать и так уже за этот год получается за полгода до орхидея второй раз будет получать стресс во первых она потеряла корневую систему во вторых она только проснулась потому что пошли корешочки поэтому мы не будем делать лишние манипуляции 10 раз ее пересаживать я хочу ее пересадить и не трогать ее больше хотя бы года три поэтому я ее сразу посажу вот в такой горшок он не будет для нее большой потому что я ее посажу специально пониже для того чтобы когда она будет расти вверх шейка постепенно начнет оголяться из-за того что нижние листья все равно будут уходить это неизбежно я ее посажу сейчас вот так ниже и она будет расти шейка будет оголяться я буду просто сверху подсыпать либо новый слой мха либо новый слой коры ну а сейчас мы с вами давайте возьмем какая тут у нас по вкуснее кора она вся вкусная в принципе вот так в самый низ положим кусочки надо прям вот покрупнее покрупнее вот прям вот такие прям вот крупные крупные чтобы были давайте посмотрим что у нас тут так вот это может потом куда-нибудь денем пока уберем такие кусочки тоже очень хорошо пригождаются куда-то сбоку перетакивать не будем давайте чтоб красиво было у нас тут тоже все нашему глазу вниз наложим красивый плотненько но с воздушными карманчиками вот так замечательно вообще обалденно мне уже нравится так здесь я увлажнила мох вот такой и чуть-чуть прям этого даже много подождите капельку надо сюда прям вниз прям много не хочу прям совсем чуть-чуть так можно по краешкам распределить мог будет расти не будет красиво а где у нас там был красивый кусочек а вот сюда сам хом положим давайте еще чуть-чуть вот сюда капельку ну и вот сюда ну ладно вот сюда тоже так все замечательно мне нравится смотрите какая красота получилась и воздушные карманчики присутствуют и влага будет присутствовать и думаю орхидейка очень быстро так вот теперь нам надо ее вот этим корешком положить на сухой кусочек коры вот сюда положим да да вот так поставим поставим ее и теперь и теперь обкладываем видите как хорошо вот эти кусочки прям подходят так подождите 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 под попочку под попочку давайте положим кусок коры потому что там мох положили все теперь можно и обкладывать берем фракцию помельче и засыпаем вниз наложили крупной теперь берем помельче фракцию и обсыпаем нашу красоту все всех все 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 у у вот нам у м стараюсь сделать упор корешка чтобы она здесь совсем не шаталась в итоге наши посадки прям между корешочков вот так кору укладываю так подождите чуть-чуточку подождите что-то вроде сажали посередине в итоге она ушла куда-то у нас с вами в сторону ничего страшно главное закрепить чтобы она не болталась чуть-чуть постукиваем чтобы утрамбовать король чтобы она легла как надо выравниваем выравниваем большими кусочками чтобы закрепить ее потом эти кусочки можно убрать если она их не обхватит корешками все замечательно все сверху обкладываем вот так вот по краешкам мхом долго ждала на пересадке очень долго 1 полив этой орхидеки я обязательно вам покажу поэтому кто не подписан на канал подписывайтесь чтобы не пропустить это интересное видео нам ее сейчас с вами выровнять поставить как надо чтобы она в дальнейшем не гуляла чем плотнее сидит орхидея то есть чем лучше вы ее зафиксируете тем быстрее и лучше будут расти корни к шее мох я не ложу не кладу не ложу я его укладываю просто вот здесь промеж кусочков коры шейка у нас свободно так вот он единственное так вот он единственный корешок он мне конечно не очень нравится но будем надеяться что он не испортится сразу для себя на будущее одно место мхом не закрываем вот здесь оставляем пространство без мха об этом вы узнаете позже для чего подписывайтесь на канал и не пропустите ни одно видео видео выходит у меня регулярно больше конечно сейчас про мою жизнь выходят но и про орхидейки тоже будут видео все мои хорошие вот такая посадочка у нас получилось орхидейку мы с вами заглубили вот такая красота в горшке в горшке присутствует мог кора кстати влагу в себе держит очень долго ну я вам обещала показать первый полив и через какое время он будет в этой посадке это закрытая система как вы понимаете я вам обязательно покажу шейка видите не закрытая шейка свободная доступ воздуха хорошо попадает кора крупная поэтому вся посадочка здесь дышит лишнее можем убрать сейчас что видим тут вот такая вот у нас получилось с вами посадка сейчас я напишу сегодняшнее число а число у нас сегодня 28 апреля 22 года вот с этой стороны год назад 29 08 мы пересаживали и вот это вторая пересадка так бирочку ставим вот сюда вот так давайте вот так нет потом все наша орхидейка готова беспорядок на столе готов орхидейка пересажена я счастливая вам думаю понравилось это видео не забываем писать комментарий делиться видео ставить лайки и всем пока пока